Друзья, еще раз здравствуйте! С вами по-прежнему Ксения Бобрикова и Андрей Смирнов. И сейчас мы будем говорить о зрении, о современных методиках коррекции нашего зрения. У нас в гостях офтальмолог, врач высшей категории, Георгий Павлович Праджананц. Георгий Павлович, здравствуйте! Большое спасибо, что вы к нам пришли. Доброе утро! Все-таки хочется надеяться, что когда-нибудь очки уйдут в далекое прошлое. Мы можем на это надеяться? Или это все-таки пока такая голубая мечта? Все-таки напряглись все производители, а прав? Да, да, да. Есть только не для имиджа. Я думаю, все к этому идет. На определенном этапе развития человечества очки были очень полезным и важным изобретением. Но технологии не стоят на месте, запросы общества растут, появляются новые профессии и, соответственно, методы их разрешения этих вопросов и запросов. Лазерная коррекция позволяет эффективно и более полно, чем очки, избавиться от близорукости, дальнозоркости и астигматизма, основных аномалий оптических. Давайте поясним для тех, кто не в курсе, что такое астигматизм. Астигматизм — это неравномерность оптической системы глаза. Когда, проходя оптическую систему глаза, роговицу и хрусталик, это основные оптические среды, лучи фокусируются не на сетчатке, где положено, чтобы четко видеть, а либо до сетчатки, перед сетчаткой, это при этом близорукость, либо позади сетчатки. Но бывают такие ситуации, когда лучи фокусируются настолько неравномерно, оптическая система, что они фокусируются не в точку, собираются. А рассеиваются, да? Рассеиваются, да. Неправильно фокусируются, скажем так, в пятно определенные овальные формы. Вот это понятие астигматизма, то есть неравномерность оптической системы глаза, когда по разным, я вот небольшое наглядное пособие покажу, вот, когда разные меридианы глаза имеют разную преломляющую силу. Вот это и есть астигматизм, когда нельзя одной цифрой описать оптическую систему глаза, да, не просто сказать минус 3, минус 5 у вас там, какая безорукость. Там уже цилиндр сферы. А когда сфера минус 3 и цилиндр минус 1, что означает, сфера минус 3 в одном направлении, на одной диоптере в другом направлении больше. То есть две близорукости в одном и том же глазу, в разных сечениях глаза. Вот это и есть астигматизм. Это и есть астигматизм. Но астигматизм, я правильно понимаю, не все люди, у которых плохое зрение и единица, все могут страдать астигматизмом. Или оно как бы сопутствующий? Астигматизм есть практически у всех людей на свете, только в геометрии идеально правильные формы, вот. А в жизни, да, в жизни, все с преломлением, всех астигматизмом. Да, очень, почти все встречаются. Важен вопрос не в том, как часто встречается, а насколько он значим. Бывает астигматизм физиологический, до полудиоптрии, который не оказывает... Никакого воздействия. Да, не играет никакой роли в восприятии образов. А бывает астигматизм очень значимый, когда требуются специальные коррегирующие очки для астигматизма. Их очень трудно подобрать, поэтому лазерная коррекция, поскольку модулируется все в слоях роговицы, она исправляет астигматизм более универсально и полно, чем оптические способы коррекции очки в частности. Хорошо, спасибо большое за ответ. Георгий Павлович, раз у нас есть фотография прекраснейшего глаза, может быть, просто поясни нашим телезрителям. Вот в чем все-таки суть лазерной коррекции, кто не понимает это? Вот куда лазер направлено, что там происходит? И как потом человек просыпается с хорошим зрением? Давайте. Значит, суть лазерной коррекции в том, что лазером воздействует на роговицу, на ее средние слои. И роговица — это самая сильная линза нашего глаза. И лазер, ну, выпаривает в кавычках, скажем, там, это не вода, конечно, роговица. Жидкость, скажем так. Да, меняет преломляющую силу роговицы, выпаривает ее, и фокус перемещает на сетчатку. То есть моделируется контактная линза, отрицательная или положительная, в зависимости от наших задач. Близорукость, либо дальнозоркость у нас, либо неправильная форма линза, если есть астигматизм. Вот это суть лазерной коррекции. То есть изменить кривизну роговицы, чтобы переместить фокус на сетчатку и видеть четко. А лазеры, так называемые, как вы сказали... Эксимерные лазеры делают это. Да, понятно, эксимерные лазеры. Я имею в виду то, что оно как выпаривает. Это вот делается в каких случаях? Во всех подходит лазерная коррекция? Нет, лазерная коррекция подходит в большинстве случаев, Но после строгого отбора пациенты некоторые отсеиваются. Это небольшой процент, кому мы не можем помочь. По медицинским показаниям есть всякие ограничивающие моменты. В частности, тонкая роговица, когда нельзя ничего отделять и выпаривать. Раз. Общие заболевания какие-то, воспалительные заболевания. Общие заболевания, глаз конкретные, когда мы не можем помочь. Но их не очень много, этих заболеваний. То есть это совсем... Есть в процентном соотношении? Меньше процента, кому мы можем отказать. Но это меньше тогда. Единицы, получается. И вот после лазерной коррекции зрения, действительно, прям 100% мы все видим как орел. Бывает иногда и выше 100%, бывает чуть ниже. То есть в районе 100%, у каждого свои 100%. У кого-то единица, десятая строчка по обычной таблице у окулиста является максимальной остатой. Знаете, я всегда по поводу последней строчки окулиста. Я всегда спрашиваю, ну так как у меня не очень хорошее зрение, всегда была шутка. Я, конечно, ее не вижу, но я знаю, какие там буквы. А вот когда проходит вот эта коррекция, это вообще больно пациенту или не очень? Нет, используется местная капельная анестезия. Дважды закапываются капельки. Это вот достаточно, чтобы выполнить большинство офтальмологических операций, не только лазерную коррекцию. А вот когда отходят эти капельки? Когда отходит анестезия, именно через 15 после лазерной коррекции, появляется чувство песка, слезки, рейс. Вот, говорят, что песок. Рейс. Это может длиться час-два, но болевого синдрома при этом нет. Это быстро проходит. Люди даже самостоятельно после лазерной коррекции добираются домой без сопровождения, на общественном транспорте, на метро. Но некоторые товарищи за руль садятся, но это не поощряется. Не поощряется, потому что качественное зрение, абсолютно качественное, оно с утра, когда человек просыпается. Хотя уже существенную прибавку и видят уже по пути домой через час после коррекции. А вот скажите, к примеру, если у меня активный образ жизни, я занимаюсь спортом, плаванием, еще чем-то, я решилась на лазерную коррекцию. Вот как быстро я опять могу войти в привычный образ жизни? На самом деле вы можете на следующий день уже жить обычной своей жизнью. Более того, мы даже стимулируем, просим давать нагрузки. И зрительные, но физически не ограничены никаким образом. То есть пациенты даже с самым активным образом, с самой активной жизнью, которые живут, БМ без правил занимаются и так далее, они уже приступают к тренировкам через несколько дней. А обычные люди, которые не имеют экстремальных нагрузок физических, на следующий день живут обычной жизнью. Но все-таки лучше не отключать голову после даже такой операции, казалось бы, да, мало драматичной. Все-таки не посказывают и тяжкие. Всегда хорошо ее держать в тонусе. Но если мы будем говорить, Георгий Павлович, вообще о современных методиках коррекции зрения, вот они, я так подозреваю, естественно, бывают разные, вот самые-самые современные, вот такие, мол-хау. Самая-самая современная, это методика фемтоласик. Ласик традиционный подразумевает отделение вот лоскута роговицы и нанесение излучения на средние слои роговицы. А фемтоласик, смысл такой же, но способ отделения лоскута не механизированный, не с помощью микрокератома, а с помощью отдельного, очень хорошего и современного прибора, фемтосекундного лазера. То есть операция делится в два этапа. Та же самая лазерная коррекция, это второй этап, когда меняем кривизный орган. Но доступ к средним слоям осуществляется путем отделения лоскута этого с помощью фемтосекундного лазера. То есть два лазера работают. Фемтосекундный лазер в течение нескольких секунд отделяет лоскут без участия, практически без участия хирурга. Деятельности хирургической никакой нет, только контроль за процедурой. А потом поднимается лоскут, и на втором уже этапе работает оксимерный лазер, который меняет кривизну роговицы. Это вообще какие-то нанотехнологии, мне кажется, уже. Да, длится это секунды. Самый-самый. А сама вот эта вот процедура операции, да? Самого воздействия лазера в зависимости от величины аномалии оптической, то есть от диоптой, да, скажем просто, длится от 5 до 40 секунд примерно. То есть это даже меньше минуты? Меньше минуты, да. Георгий Павлович, есть вопрос для вас на электронной почте. Добрый день, хотел бы задать следующий вопрос. У меня минус 2. Врач рекомендовал носить очки, но при постоянной носке зрение ухудшается. Может стоит использовать только очки при необходимости? Например, чтение, вождение, машина, вождение машины. И можно ли делать операцию по коррекции зрения при минус 2? Да, можно. Если не будет выявлено противопоказаний после полного обследования диагностического, то, конечно, можно. Минимальная величина, при которой мы беремся делать, минус полдиоптрии. Минус 0,5. Но при этом бывают запросы, вот не вижу, и все, помогите мне. А некоторые с минус 1 говорят, что они хорошо видят, хотя ничего не видят. Да, то есть здесь очень все индивидуально. Если человек испытывает серьезный дискомфорт, ему не хватает его зрения, естественно, можно сделать коррекцию. Что касается вопроса носки очков, постоянно носить, не постоянно, если человек взрослый имеет очки минус 2, ему показаны, то медицинских показаний к постоянному использованию очков нет. То есть по мере надобности он может использовать эти очки. Они не вылечат близорукость. Вот, они как костыли. Одеваешь на время, они дают лучше зрение, и все. Это не лечебная вещь. Они улучшают зрительную способность. А вот, кстати, я вот с Халидом абсолютно согласна. Вот когда тоже надеваю очки, когда я их снимаю, мне кажется, я хуже вижу в 10 раз, чем до того, как я их надевала. С чем это связано? Это как-то мышцы, да, там уже настраиваются? Все в сравнении. А, в сравнении? Да, привыкли к хорошему зрению. Сняли. Ну, очки, как раз, как правильно говорит Георгий Иванович, они же как костыли, они улучшают нам зрительную способность. Снимаем, и, соответственно, очень обидно плохо видеть потом. Да, 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 да. Хорошо, спасибо большое за ответ. Георгий Павлович, вот такая ситуация. Ну, про очки тут мнения разделились, хотя, я не знаю, Аксения Александровна, я, например, очки люблю, ношу их, не в эфире, естественно. Вот, но так или иначе, есть еще другой выход из ситуации с плохим зрением, это контактные линзы. Вот они действительно тоже отходят уже куда-то в прошлое. И теперь можно вообще забыть об очках, контактных линзах, сделать себе чудесную операцию. Лазерную коррекцию зрения и все. В большинстве, в подавляющем большинстве случаев от линз можно отказаться благодаря лазерной коррекции, потому что функция линз такая же, как и очков, переместить фокус на сетчатку. Когда-то появились очки, потом появились линзы, чтобы заменить очки. Да, поэтому лазерная коррекция полностью заменяет контактные линзы, причем заменяет более качественно, потому что бывают очень сложные случаи астигматизма. Например, когда линзу контактную подобрать сложно, в таком случае только лазерная коррекция является единственным выходом. То есть не просто косметические показания к лазерной коррекции, но и медицинские. Что значит медицинские? Когда мы не можем обеспечить пациенту такого же зрения, как лазерные коррекции, ничем другим. То есть ни очками, ни линзами можно не достичь. В силу сложности оптического устройства данного человека можно не достичь вот такого высокого зрения, как даст лазерная коррекция. Вот это и есть медицинское показание. То есть очки не могут быть альтернативой или линзы в таких ситуациях. В части случаев, конечно, очки и линзы могут давать приблизительно похожее зрение, но это дополнительные трудности использования линз, обработка линз, риск инфицирования. Длительное ношение линз приводит к воспалительным изменениям и в конечном итоге к дистрофическим изменениям роговицы. Зачастую, когда коррекция уже невозможна после длительного ношения линз. Не все, к сожалению, соблюдают гигиену ношения линз. Как раз-таки для таких пациентов тоже лазерная коррекция выход, потому что риск... Особенно для пожилых людей, которые... Да, и еще я хотел упомянуть об одной методике, если позволите. Есть методика, если мы говорили о самом современном способе лечения, и что-то ноу-хау упомянуть, то здесь методика кастом-вью, персонифицированный взгляд, так называемый. То есть при обычной лазерной коррекции мы убираем, избавляемся от сферы и цилиндра, то есть от близорукости и астигматизма. Это аберрации, то есть неравномерности преломления низших порядков. А мы все очень индивидуальные. Есть аберрации высших порядков, то есть небольшие неровности оптической системы глаза. И эти неровности бывают в таком большом количестве у человека, когда их необходимо устранить. Они очень значимы бывают. В такой ситуации используется аберрометрический анализ глаза, исследуются эти неровности, и дополнительно, наряду с тем, что мы убираем близорукости и астигматизм, мы устраняем еще и вот эти неровности. Вот это и есть методика каст-то-вью, когда изучается глаз человека, не только в плане наличия грубых аномалий рефракции сферы и цилиндра, но еще и нюансы. Но эти нюансы будут настолько великие неровности преломления, что они очень значимы бывают, и их следует включить в план лечения. И вот выполняется методика каст-то-вью, по методике лазерка либо фемталек, с дополнительной обработкой лазером этих неровностей. Еще секунд пять уходит на вот эту манипуляцию. Хорошо, очень много, Георгий Павлович, нам рассказали. По крайней мере, можно, конечно, об очках и линзах забыть, сделать коррекцию. Ну, а очки носить там уже чисто как такое имиджевое явление. Вам спасибо большое. Офтальмолог, врач высшей категории Георгий Праджананзе был на сегодня в гостях. Приходите к нам еще. Спасибо, что я видел. Рады были вас.